Путь к победе не был легким. Два года назад танцевальный коллектив уже пробовал свои силы в этом конкурсе, но удостоился только дипломов участника. Поработав над ошибками и недочетами, Анна Козловская достойно подготовила девочек к выступлению на Всероссийском фестивале в этом году. Я, когда награждали мой коллектив, стояла и плакала, потому что, ну честно, я не ожидала, что уровень моего коллектива, которому только три с половиной года, он может быть конкурентно способным с теми коллективами, которые уже не один десяток лет, скажем так, существуют. Песня с вековой истории Валенки стала темой для танца, который принес девочкам диплом лауреата второй степени в народно-сценической номинации. Злата Гончарова считает, что хотя мелодия и простая, технически танец сложный. На отработку различных элементов и связок ушло несколько месяцев. Самое сложное, наверное, это вращение в, наверное, в конце танца, потому что мало места, и если хоть одна девочка уйдет или не так поставит ногу, то собьются и все остальные. Танец-экспериментариум также удостоился звания лауреата второй степени, но только в эстрадной номинации. Задуринки пофантазировали на тему досуга лаборантов, доцентов и, возможно, докторов наук. Аня Тискова в этом танце главный персонаж. Имена она выносит символы ученых-физиков – атом. У нас в городе есть ученые, они проводят какие-то эксперименты, ставят опыты, и у них находится свободное время, и как раз танцы описывается их жизнь. Всего на конкурс коллектива Анны Козловской представили шесть танцевальных номеров в различных номинациях. Жюри высоко оценило и техническую составляющую номеров, и костюмы, и актерское мастерство юных артисток. Девочки стали пятикратными лауреатами Всероссийского фестиваля. Елена Грецкова, Владимир Естенников, Владимир Лисик. Служба новостей СОРОВ-24.